В случае отравления детей лекарственными и запрещенными препаратами участились. С чем это связано? Очень часто случается, когда родители или бабушки, дедушки, родственники оставляют бытовую химию, таблетки на видном месте. Соответственно, ребенок увидит красивую красную таблеточку. Ничего не стоит ее вытащить из блистеров, они сейчас достаточно легко открываются. Или красивую упаковку с средством для мытья посуды, например, для посуды из моечных машин, капсулы, капсулы для стирки, любая другая бытовая химия, которая открывается. Неоднократно родители обращаются, что вот лизнул, какую-то крышечку открыл. Зачастую даже не знают, выпил он что-то, ребенок или нет. То есть они видят открытую крышку, они видят разлитое какое-то средство. И сколько съел ребенок, вообще прикасался или нет, тоже непонятно. Соответственно, это все вызывает и страхи у родителей, и какие-то токсические расстройства, если это выпито у детей. Что делать родителям в такой ситуации? Если родитель не уверен, в данном случае необходимо обязательно вызвать скорую помощь, которая промоет желудок, отвезет при необходимости в токсикологическое отделение ближайшей больницы, где ребеночку помогут. Если ребенок съел таблетку, и опять-таки родители не уверены, сколько он съел, абсолютно такая же ситуация должна происходить, потому что взрослые лекарства могут иначе действовать на детей. Если взрослым одна таблетка не повредит, ребенку это может, собственно говоря, стоить даже жизни. Как предотвратить отравление детей? Естественно, не оставлять без присмотра, убирать на верхней полке, не внизу, как это часто, бытовая химия лежит внизу, у нас под раковиной какой-нибудь. Соответственно, это нужно убирать наверх, крышки нужно все проверять. Если они с защитой от детей, то нужно быть уверенным, что действительно она закрылась так, как нужно, и ребенок ее не откроет. И не оставлять детей без присмотра, это естественно. Можно ли в домашних условиях справиться с отравлением самостоятельно, без помощи медиков? Самостоятельно с этим справляться не рекомендуется, кроме промывания рта. И то, давать жидкость, не зная, что он съел, иногда тоже опять-таки опасно, потому что некоторые химические вещества с водой входят в реакцию. Соответственно, лучше, конечно, вызвать скорую помощь. Это будет надежнее, это будет быстрее, и это будет лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова